добрый день меня зовут сергей я приветствую вас на нашем канале хорошие строители от компании кейстрой сегодня у вас в обзоре объект работы на котором мы начали еще 2013 году и по мере накопления денег заказчика мы производим здесь каждый год те или иные строительные работы 2013 году мы возвели забор заказчику понравилось то как мы работаем и он решил продолжить работать с нами дальше вот и затем в 2014 году мы залили фундамент возвели стены из газобетона и закрыли кровью затем 2015 году мы пошили свесы вставили окна утеплили кровлю вот 2016 году мы уже занимались внутренними работами обозвели перегородки из газобетона из гидрокартона сделали электроразводку по дому еще там кое-какие мелочи вот и сейчас у нас 2017 год и по планам у нас завершить все внутренние работы до чистовой отделки зайдя внутрь мы видим то что на полу у нас расстелены теплоотражающие маты уложена арматурная сетка и далее к арматурной сетке закреплены трубы для теплого пола значит теплый пол по дому у нас состоит из шести контуров то есть на каждое помещение по своему отдельному контуру за исключением гостиной так как площадь гостиная у нас получается большая и по правилам здесь у нас получается два контура чтобы не делать один большой контур иначе он будет неэффективно работать вот так же мы вывели отдельными тепломагистрали для радиаторов то есть обогревать первый этаж у нас будет как теплый пол так и дополнительные радиаторы под окнами обязательно подводку к радиаторам мы утеплили специальным утеплителем для труб нужен для того чтобы жидкость теплоносителя по пути к радиатору не отдавала свое тепло например в стяжку доходила с нужной температуры до радиаторов обязательно вот здесь вот у нас по стенам проложенная демпферная лента она нужна для того чтобы компенсировать расширение и сужение бетонной стяжки которые у нас и будет залит наш теплый пол так также мы видим что у нас выполнена электро разводка а вот здесь вот у нас прошу рублены штробы в стене и уложены кабеля специально пластиками гофрированной трубе вот мы дали при штукатурке это все дело нас за штукатурец будет все ровненько и красиво если мы посмотрим наверх то мы увидим что большая часть электроразводки и подводки отопления к радиаторам второго этажа у нас проходит под потолком это очень удобно с той точки зрения что не нужно штробить стены до что достаточно трудоемко и затратно вот ну и впоследствии все это дело мы увидеть не будем рад так как у нас здесь будут натяжные потолки мы находимся в сердце нашего дома то есть в тех помещений здесь мы видим коллекторный шкаф с двумя большими коллекторами и с огромным количеством разнообразных трубочек так вот этот вот нижний коллектор относится к системе отопления первого этажа и разделенным на две части вот правая часть относится к системе теплого пола а левая относится к радиаторам первого этажа и вот посередине у нас стоит насос и узел подмеса значит вот эта система нужна для того чтобы обеспечивать разную температуру то есть температура теплого пола ну грубо говоря будет 30 градусов а температура радиаторов будет градусов 50-60 вот для чего нужен узел подмеса то есть он по сути охлаждает воду которая у нас поступает в систему отопления пола вот соответственно на каждый контур своя регулировка идет то есть мы можем увеличить или уменьшить температуру пола в каждом помещении ну и соответственно опять же отдельно у нас регулируется отсюда вот каждый радиатор то есть также мы можем увеличить и уменьшить температуру практически в каждом радиаторе вот этот вот верхний коллектор он у нас относится к системе отопления второго этажа то есть опять же каждый радиатор имеет свою отдельную магистраль и отдельную регулировку температуры вот так же мы сюда поставили дополнительный насос для то чтобы у нас была хорошая циркуляция на втором этаже потому что один насос находящийся в котле просто может не справляться с таким большим объемом тепловоносителя вот поэтому мы установили сюда вот второй дополнительный насос для второго этажа здесь мы также видим автоматически подпитывающий клапан он нужен для того чтобы в системе у нас было постоянно одинаковое давление то есть если у нас давление упало то клапан автоматически подпитывает систему водой а тем самым снова повышает давление в системе подпитывающийся в системе без совета и пастворения в системе с углубллажным смартсом припитавающийся и делает текст выжалит все аналитики в стуле по нужным движением в системе отопления и в системе припитавающих соцветет на аналитики чтобы использовать все радиоатру и еще шутки на аналитики для суппозиции что нападает в программе то есть чтобы обеспечить свои модели, сделаем по полу и это здоровье, и выacked себе лучше как положено на установку и немногие прикладные в системе камеры больше не обеспечились сегменты добавить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Монтаж полосухой стяжки прошел успешно. Работу выполнили быстро и качественно. Прошло уже две недели и наша стяжка набрала нужную крепость. И сегодня мы завезли оборудование и материалы для производства работ по штукатуриванию стен. Кстати, стены будем штукатурить машинным способом. Это намного быстрее, качественнее, а самое главное дешевле по сравнению с ручным трудом. Вы можете сами в этом убедиться, понаблюдав за рабочим процессом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В итоге стяжка залита, стены заштукатурены. Как вы видите, качество работ отменное. Ну и дальше по этому объекту мы будем шпаклевать стены, выполнять финишную чистовую отделку. Понаружи нас ждет утепление и штукатурка фасадов. Но это будет уже в следующем году, когда заказчик в очередной раз подкопит денег. Ну а у меня пока все. Оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok